здравствуйте меня зовут федор васильев мы продолжаем с вами работу и в этом уроке давайте разберемся с категориями то смотрите как устроена у меня на демо сайте главная страница то есть на главной странице я вывел вот здесь вот ниже после вот этого слайда я вывел категории продуктов то есть это общие категории в которых может находиться неограниченное количество товаров категории соответственно у меня смартфон apple samsung sony htc и так далее давайте вот такие категории организуем на главный то есть уже пройдя непосредственно в саму категорию человек может наблюдать здесь товары главное у нас выводится уже в другом меню не в левой части вот здесь вот а это у нас горизонтальное меню переходим в админку нашего сайта переходим меню майн меню у нас по умолчанию здесь есть одно меню home кликаем по названию home сразу можем переименовать данный пункт меню на главное теперь нам нужно определиться с типом пункта меню кликаем выбрать выбираем джумал касса так как это у нас категории мы с вами выбираем второй пункт категории отображает список категорий продуктов кликаем сюда у нас появляется здесь новый пункт выбрать уровень категорий мы в принципе на главный хотим отображать все с вами категории поэтому выбираем корень нажимаем сохранить но для главной у нас с вами не создан модуль меню закрываем данное меню еще раз кликаем меню менеджер меню и вот у нас май меню напротив здесь видим модули кликаем модуль заголовок можете оставить или нет заголовок все равно скрываем выбор меню так здесь оставляем как есть здесь нужно выбрать позицию ищем наш шаблон и у него позиция есть меню выбираем здесь меню нажимаем сохранить и закрыть переходим на наш сайт обновляем страницу у нас с вами отображается одна категория в которой есть 8 продуктов и нет картинок и так переходим обратно в админку переходим компоненты джумал касса переходим в настройки и в этот раз мы будем рассматривать вкладку категории вторая вкладка и давайте выставим пока категории пустые категории показать сохранить то есть как у меня находится здесь в демо я вывел пустые категории чтобы просто продемонстрировать в этих категорий товаров у меня нет сейчас нам важно их все чтобы они отображались чтобы мы могли настроить их не размер и загрузить изображение для категорий обновляем страницу у нас все категории добавились которые у нас созданы и давайте теперь настроим размеры как в демо конечно же если вы делаете под свой под свои товары у вас другие изображения у вас другой размер картинок вы просто здесь подгоняйте свой размер индивидуальный как это делать сейчас вы увидите хотя здесь делается по аналогии когда мы создавали продукты здесь принципе не сложно уже догадаться и в самом начале вкладке категории я выставляю ширина блока выбирая списка самом низу задать у меня в данном случае ширина 198 то есть это ширина блока а высота у меня 490 нажимаем сохранить обновляем страницу видно блоки у нас выровнялись абсолютно так же как и в демо но пока только нет картиночек теперь давайте выйдем из настроек и нам нужно для категорий залить изображение для всех наших созданных переходим категории переходим смартфоны переходим параметры у нас здесь единственное поле куда мы можем загрузить изображение выбираем я беру какое-то изображение телефона смартфонов apple вставить сохранить обновляем страницу картинку нас встала размеры соответственно мы настроим сейчас вы видели как дать категории изображения я сейчас ставлю на паузу и проставлю изображение к другим категориям ваша задача сделать то же самое аналогичным способом проставить изображение ко всем вашим категориям и так я добавил ко всем категориям изображения и у вас должно было получиться примерно вот такая вот ситуация картинки загружены теперь давайте посмотрим как здесь работать с размерами изображений переходим настройки магазина переходим категория прокручиваем до пункта высота изображения категории и в моем случае это 350 пикселей сохраняемся обновляем сайт и видим у нас с вами все получилось категории у нас теперь вывезены на главный теперь давайте пройдемся подробнее по настройкам вкладке категория верхние параметры мы с вами разобрали описание категории высшего уровня оставляем показать прокручиваем ниже заголовок категории h3 оставляем у нас с вами h1 на этой странице будет вот здесь вот только место главное мы сейчас переименуем на свое смотрите смартфоны в ульяновске это h1 для этой страницы соответственно здесь ваш заголовок где он прописывается давайте перейдем в майн меню перейдем в главное в пункт меню переходим параметра страницы и первое поле заголовок страниц в браузере вы пишете ваш заголовок в h1 показать заголовок страницы оставляем да нажимаем сохранить и у нас здесь заголовок меняется давайте обратно перейдем в настройки компонента категории позиция заголовка ну здесь уже опять же смотрите как вам больше нравится я оставляю сверху выравниваем заголовка влево изображение категории конечно показать мы с вами размер выставили выравнивание изображение по центру описание категории показать ограничение описания но описание у меня в категории нет если у вас описание есть то здесь надо уже смотреть скрыть или показать количество продуктов показать количество продуктов это вот здесь такая ссылка где выводится сколько продуктов у вас находится в данной категории сами решайте показатель нет ссылка перейти показать выравнивание ссылки можно поставить по центру смотрите сейчас у нас какая ситуация у нас здесь есть два нюанса если мы категории под категории выводим то у нас вот здесь вот есть такая кнопочка это если у категории смартфона есть под категории вы помните мы с вами создавали под категории чехлы и аксессуары то есть можно вывести вот таким образом кликаем на кнопку и здесь будут всплывать все под категории с аксессуарами но в данном случае тогда мы не сможем войти внутрь категории где у нас есть все товары здесь пока только два варианта либо мы оставляем вот так тогда что-то надо делать с товарами где-то их разместить возможно также здесь их можно пустить вот так вот в списке да но у меня устроено в демо по-другому я решил сделать так я решил сделать вывод категории и что была кнопка перейти уже в саму категорию где есть у нас товары так как же это настраивается мы здесь список под категории скрываем нажимаем сохранить и закрыть обновляем страницу и у нас уже здесь кнопочка меняется смотрите у нас уже здесь нет списка под категории у нас теперь есть кнопка перейти категорию теперь мы можем и по картинке перейти в категории и по заголовку и по вот этой кнопки если мы кликом сюда у нас выводится изображение вверху категории и И внизу уже идет наш список товаров. Если вам не нужно выводить изображение категории на странице категории продуктов, давайте я вам покажу, как ее отключить. Переходим в админку, опять переходим в настройки. Переходим в третью вкладку категории я. Изображение категории скрыть. Сохраняем. То есть на этой странице изображение вводиться не будет. Вот таким образом. Обновляем страницу. Здесь также под категорию выводится снизу на этой странице, в которой мы с вами создали аксессуары. Здесь в демо у меня тоже самое. Если мы зайдем в категорию, здесь 4. Вот видите, выводится. Я просто всего 4 их создал. Держатели для телефона, чехлы, гарнитуры. То есть ниже товаров всех будут вводиться вот так вот под категории. Их настроим мы в следующем уроке. Итак, на этом уроке здесь все. Мы с вами оформили на главную страницу вывод всех категорий продуктов. В следующих уроках мы с вами настроим вывод одной категории. То есть вот эта страница одной категории. Здесь можно играться с кнопочками. То есть как их выводить. То есть видно, что здесь у нас выводится так, а на демо у нас выводится по-другому совсем. Выводятся другие кнопочки. Об этом поговорим в следующих уроках.